Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники. Я Маша Васильева и вы на моем канале. Сад, огород и зимняя теплица. Это Дуся. Она попросилась сегодня вот так на съемке, потому что скучает зимой, мало бегает. Для нее это холодновато. А у нас такая красота несосветная, видно, да? Ну, в общем, не буду отвлекаться. Сегодняшнее видео про перцы от А до Я. Мы с вами вырастим из семян вплоть до самого урожая. Самые основные, самые распространенные ошибки, которые мы допускаем при выращивании перца, это, во-первых, очень ранняя посадка. Мы все торопыжничаем и думаем, вот сейчас я как дам стране угля, и в декабре посажу перец, и в мае буду уже кушать свои плоды. Но в результате получается, что перцы страдают, а потом они перерастают, и все это сказывается на плохом урожае. А также это отсутствие подсветки. Зимой нужна подсветка. Вплоть и март тоже включительно. Дальше, тоже очень частая ошибка, это и перцы, и томаты. Переливы. Вот мы настолько скучаем по земледелию, мы просто вот пасемся на этих подоконничках, да, и хотим непременно поливать, рыхлить, там что-то делать. На самом деле мы их просто-напросто залюбливаем. И просто-напросто заливаем. Они не успевают выпить ту воду, которую мы им даем. Поливать нужно тогда, когда подсыхает земелька, ни раньше, ни позже. Прямо проверяйте на ощупь стаканчики. Вот как только легкие они стали, так вот и поливаем. Если в стаканчике есть вода, надобности нет никакой. А иногда еще бывает такой вот обманный эффект, когда включают отопление, то поверхностный слой земли очень быстро сохнет. И кажется, что земля сухая, а если пальчиком потрогать вовнутрь, то земля-то там сырющая. Сырая земля, если она бесконечно сырая, то она закисливается. У корней нет кислорода. И, конечно же, они начинают хлорозить. Лист бледнеет, желтеет, сваливается. А то и получается, так сохнет лист по краям. В общем, растение страдает одним словом. Контролируйте поливы. Только тогда, когда нужно их поливать, когда земля подсохла. Очень распространенная ошибка. Кормим всем, что есть вообще. Весь ассортимент в магазине. Просто мы стараемся все им дать. Опять же, из-за большой любви. Но это очень вредно. Потому что маленьким растениям ничего не нужно. Никакие удобрения им не нужны. Они ни в чем не нуждаются. Им всего хватает в земле в питательной, если вы посадили их в питательный грунт. А если уже растение оплело корнями стаканчик, то вот тогда можно действительно подкормить, помочь немножко. Но тоже дозы очень просто. Делите на дно сразу же. Вот написано столовая ложка. Делайте чайную ложку. Потому что растения кушают. Ну просто очень мало. В отличие от людей, растения едят крайне-крайне мало. Приглашаю вас в мою теплицу в зимнюю и в мой сад. Насыпаю в контейнер земли. Я ее вот так распределяю. И все мое уплотнение это пару раз вот так стукнуть. Понимаете? Я ничего никуда не давлю. Абсолютно. И далее я просто обрабатываю фитоспорином. Я как бы поселяю туда нашу почвенную бактерию. Нашу заступницу. Дорогие мои друзья, я увлажняю слегка-слегка. Так. Теперь я беру, значит, маркер. Я беру старый маркер и делаю боровочки. Опять же боровочки. Все эти я буду так же через полтора примерно сантиметрика. А, конечно же, я все-таки стараюсь какое-то сделать расстояние такое побольше. Но у меня настолько много всего и такая вот уплотненная посадка. Если все это взойдет очень часто, я распикирую пораньше. А если это взойдет пореже, то я распикирую чуть-чуть попозже. Например, в фазе двух настоящих листьев. Дорогие мои друзья, семяночки иногда бывают вот так вот обработаны. Это означает, что замачивать их точно не надо. Если вы вдруг любите замочить, то есть как бы производитель нам вот этим цветом сигнализирует, что не надо замачивать. И я так же их раскладываю. Все семена разложены, как солдатики стоят ровненько. Я надеюсь, что и всходы будут такие же. Желаю им. И когда сею, я как-то так мысленно всегда ставлю перед ними задачу. Что я от них хочу? Я хочу, чтобы они были дружные, чтобы взошли хорошо. Я хочу, чтобы они были крепкими, здоровыми. И чтобы дали мне и людям хороший, прекрасный урожай. Итак, мои дорогие друзья, я засыпаю землей. Обязательно убираю комочки. Если они никак не разбиваются, то я их просто выбрасываю. Вот таким вот образом. Разравниваю ровненько. И теперь я их обрабатываю растворчиком фитоспорина уже теперь поверх земли. Я закрываю их также крышечкой и отправляю в парник. Обязательно вот здесь у меня подписанный флажочек, что я посадила и когда. Посадку перцев и баклажанов я начинаю с 20 февраля и сажаю весь февраль, до конца февраля. Всходы перцев появляются очень по-разному. Это растение можно назвать непредсказуемым. Иногда всходы появляются уже на седьмой день, а иногда держат нас в стрессе пару неделек. Но тем не менее, если все хорошо, и если семена не спрели и они были свежие, то всходы по-любому появятся. Начинаю пикировку перцев тогда, когда увижу появление настоящих листочков на перчинках. Я не торопилась с посадкой рассады. Рассада всходила, точнее семена всходили долго, приблизительно 2 недели, но все равно время берет свое, перчики начинают расти, развиваться. И вот сейчас конец марта, и у меня появились вот такие вот прекрасные, уже настоящие листочки. Я буду пикировать перцы в стаканы 200 миллилитров. Возможно, потребуется потом перевалка в большее. Это все будет зависеть от того, как развиваются наши растения. Это всегда видно по корням. Если все обволокло корнями, конечно же, растение уже нуждается в дальнейшей перевалке, извините, или же уже в такой серьезной основательной подкормке. Итак, я насыпаю в стаканчик 200 миллилитров земли. Никакого уплотнения я не делаю. Насыпала земли и вот так вот стукнула два раза. Все мое уплотнение. Далее внизу дренажное отверстие. Далее я делаю вот совочком вот такое вот углубление. В две стороны раздвигаю как бы я, значит, землю. И совочком же подцепляю хорошо пролитые заранее растения. Я подцепляю с комом земли и устанавливаю мой перчик на место. Я не очень люблю заглублять баклажаны и перцы. Но перцы более-более лучше относятся к заглублению, нежели баклажаны. Баклажаны очень непредсказуемы. А перцы все-таки корни дают. Я проверяла, но желательно подсыпать их тогда, когда они сами попросятся. У них бывает иногда недалеко от земли со временем образуются вот тут вот придаточки корней, такие пупырышки белые. И вот тогда уже нужно подсыпать. А пока лучше посадить перец так, как он и растет, но немножечко поглубже. То есть не досыпайте, например, вот столько с земли, да? А вы посадите так, чтобы в дальнейшем вам можно было подсыпать, если ваши перцы здорово подвытянулись. Я свои перцы вытянутыми не считаю вообще. Поэтому как они у меня растут, так я их и сажаю. И так я делаю в основном и всегда. И лишь иногда мне приходится слегка подсыпать перцы. Но это происходит тогда, когда я перцы рано высаживаю. Значит, они, как правило, вытягиваются. Например, в первых числах февраля посеяла. Вот они взошли. Световой день короткий. И вот тогда вот и приходится. Вот так вот я беру, значит, скомом земли, ставлю их, ставлю свои перчики. И слегка-слегка вот таким вот образом я прижимаю. Очень слегка. И обрабатываю раствором фитоспорина вновь поступившую землю. Теперь я распикирую все абсолютно. И поставлю свою рассаду в притененное теплое место на 2 дня, для того, чтобы рассада взялась и не попала под прямые солнечные лучи. Иначе она может просто получить ожоги и сгореть. Я мульчирую вермикулитом. Вермикулит это вещество вулканического происхождения. Оно такое воздушное, легкое. И когда находится на поверхности земли, то не позволяет налетом никаким нарастать. Горшочек не пересыхает. И растения развиваются лучше. И, в общем-то, чувствуют себя, конечно, намного комфортнее. Перчики растут и крепнут с каждым днем. Перцы уже совсем большие. Они хотят в грунт, но погодка пока не позволяет. Нужно дождаться тепла и только потом высаживать их в комфортных условиях. Вот и наша кухня. Чайник кипитоша подогревает воду с реки. А это биогумус, концентрат, который я добавляю в воду, для того, чтобы получился питательный компотик. Я не буду говорить вам про порцию по одной простой причине. Концентрат у всех производителей разный. Я не знаю, какой вы биогумус купите. Но я делаю так. Если производитель просит добавить столовую ложку на 5 литров воды, я добавляю чайную. Я добавляю очень маленькие дозы натурального удобрения. И этого вполне себе хватает для счастья растений. Малыши по-прежнему пьют воду. Те, кто еще не оплел корнями все. Только те, которые освоили уже всю землю в горшочке. Дерцы и баклажаны я приготовилась посадить в теплую грядку. Я наметила при помощи золы, вот сейной золы, посадочные места. Сажаю я растения приблизительно на расстоянии 50 сантиметров. А так как это теплая грядка, она была замульчирована. И всю зиму здесь работали просто непрерывно почвенные жители и делали мою почву плодородной. То добавлять никаких удобрений, кроме золы, конечно же, я не буду. Зола это калийное удобрение и микроэлементная добавка в одном лице. Но вот видите, как бы уже вся мульча почти съедена. За зиму вот такой вот ничтожный слой остался маленький. Поэтому, конечно же, как только появится у меня мульча, я буду обязательно мульчировать грядку. Для того, чтобы не росли мои сорняки. Вот смотрите, видите, мульча исчезла и сорняки полезли. А под мульчей не растут никакие сорняки, никакие поливы мне будут не нужны. Никакие подкормки не нужны. Фактически я просто посажу растения, замульчирую и все. На том и заканчивается мой уход. Конечно же, баклажаны, перцы это тропические растения. Их я подстрахую укрывным материалом. И вот таким вот памперсом. Это укрывной материал и пленка сверху. Получается там теплота невероятная. В общем-то, все как любят. Это для огуречной. Сейчас я вам показываю огуречной. То же самое я сделаю вот на баклажановой и на перцовой. Вот такой вот теплой грядки. Попробуем. Перец. Попробуем. Перец. 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 и перцы и баклажаны при посадке я заглубляю тогда когда они попросятся вот видите корешочки вот здесь вот такие вот дополнительные идут по стволику он не говорит я готов меня нужно заглублять а вот здесь вот пупырышки так вот по эти вот пупырышки как раз я его и заглублю по семидоле он попросился если перец не просится и баклажан не просится то я их не заглубляю а сажают так как они посажены в стакане я закончила высадка заняла у меня буквально опять же несколько минут я просто слегка вспушила землю поверхностный слой прямо вместе с мульчей потому что слой и очень тонкий и рыхлила совочком землю вместе с золой сажала по одному корню перцы растут вот в условиях рискованного земледелия конечно же в теплице тем более ранние сорта которые посажены в теплице наверняка уже они стоят с перцами у меня открытый грунт и поздние сорта поэтому я только в июле начну кушать свои перчики ну я как говорится никуда не спешу мне нравится больше вот такие вот жирные поздние сорта а и что значит чем я могу им помочь вот здесь в открытом грунте только тем что я их накрываю памперсом вот у меня сейчас он скинут что такое памперс это укрывной материал 60 а сверху еще пленка это защищает их от перепада температуры закрыты они у меня всегда открыты просто с двух сторон окна для того чтобы был там воздух и ни в коем случае не было сильной сильной жары потому что в сильную жару и высокую влажность пыльца слипается плоды не формируются а если просто сухо жарко ну например уже температура поднялась выше чем 28 градусов то пыльца становится стерильной и плоды тоже не завязываются перцы поливать нужно конечно же умеренно до цветения это один раз в неделю хорошенечко их поливаем а вот уже цветение и плодоношение это один раз в 3-4 дня если перцы долго не поливать засушливую погоду у них деревенеет ствол и отваливаются цветы отваливаются листья конечно же это все очень плохо сказывается на плодоношение в начале роста перцам необходим азот органические удобрения это нужно для того чтобы нарастить зеленую массу листьев а вот когда перцы зацвели и уже начинают плодоносить то им нужны фосфорно-калийные удобрения для того чтобы формировались плоды крепла корневая система и для того чтобы плоды были вкусные красивые и сладкие самое главное в природном земледелии делаю вот я при просто поверх мульчи просеваю золу и потом с поливами зола уходит и мои растения как говорится наедаются калия кальция и микроэлементов в полном объеме ну вот нельзя сказать что я вот прямо как-то особенно прямо формирую отношусь к этому очень так серьезно нет я формирую знаете постольку поскольку если вот уже явно вижу например до основной развилки пошли пасынки я точно знаю что на этих пасынках ничегошеньки хорошего не уже не получится и эти пасынки я удаляю я могу удалить листики которые находятся до основной развилки вот и далее уже смотрю значит вот основная развилка у них пошла на от нас нам на одной вот ветви я могу оставить два ответвления да и на другой ветви тоже два ответвления вот этого я думаю что вполне себе хватает вот перцу для того чтобы он смог вот это все заформировать и вызреть как говорится да но когда уже заформировались а плоды то наверное уже август я прищипываю верхушечки то есть как вот рост уже такой будет намного выше пустые будут пышнее сейчас еще только июнь они еще только можно сказать начинают расти у нас вот такую в полную силу вот вот уже тогда в августе я их и прищипываю чтобы вызрели все плоды и удаляю пасынки которые нарастают вновь потому что силу много уходит на эти пасынки а лучше бы они уходили именно на созревание плода ну вот собственно говоря и вся моя формировка если куст маленький если он вообще не облицвлен вот так вот сильно то ничего я фактически и не делаю но могу до развилки удалить вот как бы листья которые вижу что они состарились и теперь значит по поводу коронного цветка что такое коронный завода вот этот коронный цветок он находится на развилки прямо в центре вот здесь почему его удаляет потому что когда плод будет расти он обязательно эту вилку порвет в две стороны ну то есть он разрушит этот куст но это происходит не всегда а только тогда когда ножка у плода вот это вот ножичка на которой он формируется фактически отсутствует если плод будет прям стоять вот в этой вилке тогда действительно порвет но чаще всего как бы вот он на этой ножке уходит в сторону и в плод формируется не в самой вот в этой вилке а где-то висит сбоку и никому ничего не мешает так вот я смотрю если плод формируется вот прямо там в центре то конечно же я его просто выщипываю а если он уходит в сторону то я его и не трогаю отвечу на еще один вопрос который очень часто встречается почему перчики а получаются уродливой формы скорее всего у вас просто-напросто кислая почва или перебор азота прямо вот посадили как говорится на навоз возможно не хватает солнечного цвета или же чрезмерно вы их поливаете возможно это очень высокая влажность они возможно находятся у вас просто в закрытой теплице где уже начинают вертеться и уродоваться нужно ситуацию это поменять и подведем быстренько итоги для того чтобы баклажаны перцы росли у вас хорошо им нужно создать очень комфортные условия чтобы перепадов температур не было пускай у них будет вот такое укрытие если они у вас находятся в открытом грунте это укрывной материал и пленка сверху с боков должны быть открыты окна чтобы продувалась там и чтобы там был воздух если уже имели место быть переливы и земля у вас уплотнилась а плохая воздуха и влага плохо проницаемая то можно сделать а в земле проколы вилами а уже как бы контролируете тогда поливы поливы не должны быть холодной водой ни в коем случае и в жаркий солнечный день тоже их не поливаем только утром или вечером теплой водой и контролируем количество поливов а также хорошо замульчировать почву потому что под мульчой ваши растения будут получать и питание и влажность там будет всегда хорошая там ничего не пересыхает днем открыты окна с двух сторон а на ночь закрываются если температуры уже вот такие вот низкие например как сегодня ночью 8 градусов ну и конечно же все субтропические капризули в своем саду я опрыскиваю препаратом nv101 или hb101 кому как удобнее слышать это препарат который помогает справиться растениям вот как раз с температурными колебаниями с такими качелями и любыми неблагоприятными условиями как жара или холод сейчас с вами посмотрим на перцы я сейчас открыла для полива этот памперс и хорошая возможность нам посмотреть да и уже и снимем что то это перец называется ромира по отношению к моей руке вот он вот такой сейчас мы с ними свежим сколько весят плодик у него это перец сладкий не толстостенный он такой можно сказать маринадный наверное да у мне он очень нравится найти его вот прямо в пачке да вот что было написано ромира там фирмы гавриш или поиск я его не нашла но однажды увидела его по моему в магните в продаже а вот зная что это не гибрид а сорт обрадовалась схватила и вот в общем-то вырастила прямо из 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 магазинного перца мне он очень нравится он получился вот именно такой же он довольно таки поздний но не такой поздний как другим перцем джемини этикет очки я вам тоже покажу попозже немножечко вот он такой в общем-то здоровый такой мощный даже наверное больше чем заявлен потому что заявлен он как 250 грамм а сколько на самом деле весит мы с вами сейчас тоже подвесим поинтересуемся значит у него биологическая спелость он жёлтый а вот сейчас пока зелёный когда будет спеть я не знаю видимо он хочет дозревать в комнатных условиях перец ламуио я вам тоже показывала прошла одна неделя он совершенно не хочет поспевать здесь для него уже видимо солнца не хватает и тепла тепла не хватает поэтому он уедет сейчас тоже дозревать в комнатных условиях ламуио сейчас тоже свешим в прошлом видео я показывала вам перчики которые называются шоколадка перец не крупный вот такой вот шоколадного цвета будем пробовать толстостенный эти перцы называются темно-вишневый до толстостенный вроде бы все как заявлено такое есть ну вот я достала этикеточки чтобы мы с вами могли сравнить посмотреть все соответствует ли ну внешне конечно же они очень похожи думаю что пересортицы никакой не случилось ну начнем наверное мы с ламуио и ламуио у нас заявлен как 200 грамм а он у нас 380 грамм то есть вот такой вот гигант вырос думаю больше он расти уже не будет а теперь он будет просто становиться темно-вишневым как и заявлено давайте посмотрим теперь мы на джемини джемини заявлен как 200 граммовый даже 250 граммовый но в общем-то очень близко 320 грамм вот такой красавец хорошенький толстостенный ну в общем конечно рекомендовать я буду и тот и другой если ваши перцы в грядке не хотят краснеть желтеть становиться шоколадными и оранжевыми то забирайте их в комнатные условия и подкладывайте к ним спелое яблоко оно выделяет газ и тилен этот запах очень нравится нам запах спелого яблока этот газ провоцирует цветение цветов и дозаривание овощей и фруктов середина сентября все ночи очень холодные смысла перца держать уже в грунте нет никакого конечно же я собираю все остаточки вот кстати так поспевает перед сломой и и так выглядит перед темно-вишневый это ромиро а вот это чудо оранжевое которое никакое не чудо и вовсе-то совсем и не оранжевое вот это из это неудача можно сказать такая но вкусненькие ладно имеет место быть так мои дорогие друзья все отстригаю перцы грядка остается замульчирована чтобы под мульчей ели ель чтобы мульчу кушали почвенные жители и восполняли запасы питательных веществ в моей плодородной почве в природном земледелии а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока